Возможно, вы уже видели эти часы в моих подборках часов, ведь я очень часто называю их одними из лучших хронографов до 600 долларов. В принципе, даже не только 600, а и до 1000 долларов, потому что другие хронографы до 1000 долларов не дают столько ценностей, как вот эта модель. Это проверенный Брэд Сейко, хронограф на кварце, отличная сборка, качество, а также автономная работа на солнечной подзарядке, очень комфортный размер, функция запаса хода, дата, изящный дизайн в стиле Rolex Daytona и даже легендарная история этих часов, как одних из первых хронографов в мире. Эти часы стоят около 700 долларов, но сегодня их можно найти за 550 долларов и чего еще можно пожелать за эту цену. В этом ролике мы расскажем вам, какие главные плюсы у этих часов, где их купить дешевле, какие скрытые минусы есть у этих часов и какую дорогую ошибку я успел сделать, покупая данную модель. Меня зовут Дмитрий Ким, это канал L-Watches, давайте начнем. Когда дело доходит до часов хронографов, чаще всего выбирают именно кварц. Это вполне объяснимо, они стоят в 3, иногда даже в 6 раз дешевле, чем их механические версии. Так как они кварцевые, они намного более точные, чем механические часы. Также они могут быть тоньше и за ними не нужно так ухаживать, как за механическими часами. В этом плане у кварцевых хронографов очень много преимуществ и данная модель пользуется ими всеми. Seiko Speed Timer или как еще называют его другие фанаты часов, Seitona, потому что она очень похожа на Rolex Daytona. Эти часы мне помогла приобрести платформа Joom, это популярная площадка по покупке товаров с Азии с доставкой по СНГ. Вообще эти часы стоят около 700 долларов, там сейчас их можно купить за 550 долларов, что выгодит 150-200 баксов, что очень круто. Ссылка будет в описании. Также снизу я оставлю ссылку на подборку популярных часов, которые можно найти на Joom. Это есть дешевые Casio, Dishockey и многие другие бренды, которые на Joom можно купить дешевле, чем в других магазинах. Эти часы вдохновлены старой моделью Seiko 6139 хронограф 1969 года выпуска, которые были очень популярны в свое время. Эти часы успели стать легендарными, потому что они были первыми автоматическими хронографами с вертикальным сцеплением и колонным колесом, а также это были первые часы автоматическими хронографами, побывавших в космосе. Да, вы скажете, что первые хронографы в космосе это были, конечно же, Omega, и да, это правда, но первые хронографы с автоматическим подзаводом в космосе это Seiko. Мы не будем делать распаковку часов, потому что что вы не видели в стандартной коробке Seiko, все то же самое, это максимально дешевая упаковка, ничего примечательного, едем дальше. Есть несколько вариаций этих часов по разным цветам, бывают часы Panda, бывают часы Panda с красной стрелкой, это в нашем случае черные варианты, зеленые и куча-куча других часов, которые вы можете посмотреть на их сайте, вариаций действительно много. Есть также модели часов, которые были вдохновлены старым дизайном Seiko хронограф, и вы можете видеть их сходство. Также есть два очень удобных размера этих часов, есть в размере 39 мм, что идеально подходит на большинство рук, и 41 мм, как в данном моменте, что тоже очень универсально и выглядит шикарно. Размеры они действительно подобрали здорово, определенно подойдет на большинство рук. Также есть механические версии этих часов, они стоят дороже, но выглядят тоже отлично. По характеристикам, диаметр этих часов 41,4 мм, толщина 13 мм, от ушка до ушка 45,9 мм и размер браслета 21 мм. Здесь у нас слегка согнутое сапфировое стекло с антибликовым покрытием под стеклом. Водозащита этих часов целых 100 метров и вес этих часов 164 грамма. Это можно чувствовать, что они довольно тяжелые на руке и сделаны очень качественно. У них тяжелый кейс и тяжелый браслет, в принципе, за эту цену постарались и не сэкономили. Внутри стоит механизм калибр V192, это, конечно же, механизм от Seiko, и он заряжается на солнечном свете. Также может заряжаться от хорошей лампы. Его точность плюс-минус 15 секунд в месяц, но, в принципе, Seiko пишет такие показатели, а на самом деле они работают даже точнее, чем эти показатели. Часы довольно напичканы разными функциями. Среди них есть такие функции, как внутренняя защита от перезарядки, запас хода. Когда вы заряжаете часы, вы можете посмотреть на U6 часов, есть специальная стрелка запас хода, которая вам говорит, насколько разряжены или заряжены эти часы. Эти часы заряжаются около 5 часов и могут вам на этом заряде прослужить еще полгода. Есть также 24-часовая шкала, которая помогает вам определить сейчас день или ночь. Дата на 4 часов, которая очень глубоко стоит здесь под циферблатом. Хронограф, который записывает не только до 60 минут, но также отсчитывает каждую пятую долю секунды. То есть у нас здесь есть на внутреннем безеле дополнительные секундные отметки и каждые доли отметки. И так как стрелка от хронографа делает 5 свипов в секунду, то можно отметить каждую пятую долю секунду через этот хронограф, что повышает точность этих часов. На безеле есть также тахометр и закручивающаяся задняя крышка для полной безопасности и водонеплоницаемости. И кроме всего этого, плюс есть дополнительная функция, если ваши стрелки при разряде батарейки, например, собьются и будут хронограф стоять там условно неровно, а как-то криво, то если правильно нажать комбинацию из кнопок, то можно правильно настроить стрелки и обратно их выставить в нужное положение. Циферблат обработан пескоструйной обработкой, что обеспечивает высокий уровень читабельности и разборчивости, что крайне важно для спортивных часов от Prospex. Кстати говоря, логотип Prospex как раз здесь и виден под логотипом Seiko, что показывает, что это не просто Seiko, а линейка Prospex, которая славится своей надежностью и функциональностью. Минутная и часовая стрелка тоже очень красивые, довольно грубые, и также вы можете видеть, что на них и также на 12 индексов есть покрытие Lumibrite. Должен сказать, довольно хорошее покрытие, и в темноте они довольно заметны. Также сблизи вы можете видеть, как очень грамотно прячется солнцезащитная панель под нашими циферблатами. Именно из этого на всех вариантах часов Seiko Speed Timer субциферблаты, они маленькие и черного цвета, потому что именно с ними прячутся солнечные панельки. Взблизи вы можете это видеть, как они расположены, где они, и именно они позволяют заряжаться вашим часам при помощи солнца. Когда хронограф работает, нижний суперциферблат записывает количество минут, пройденные с начала нажатия кнопки. Когда хронограф не работает, этот циферблат служит вам для того, чтобы показывать вам запас хода, что имеет, опять же, двойную функцию, очень функционально. В итоге, если вы закончили работать хронографом, чтобы увидеть запас хода, вам достаточно нажать нижнюю кнопку от хронографа, и тогда стрелка покажет вам правильный запас хода. И корпус, и браслет сделаны очень хорошей полировкой, вы видите сасинирование сверху, и зеркальную полировку по бокам, по краям. Безель на этих моделях сдалека очень кажется керамическим, и я все это время думал, что у них керамический безель, но когда вы посмотрите вблизи, оказывается, что это все-таки не керамический безель на старых и на новых моделях. Это всегда металлический алюминиевый безель. В принципе, я бы не сказал, что это делает его хуже, это вполне достойный безель. Сбоку вы видите самую обычную коронку, она у нас крупная, очень рифленая для хорошего гриппа, для того, чтобы было легче менять время и крутить эту коронку. Кнопки самые обычные, и отсутствует логотип Seiko, что, в принципе, довольно нормально. Полированный браслет из трех линков, очень хороший, в зеркальной полировке по краям. Также вот здесь на Бакли этот браслет имеет две микрорегулировки для более удобного размера на вашей руке. По весу я бы сравнил эти часы с Кристофер Варт. Опять же, Кристофер Варт тратит много металла и стоит около тысячи и выше долларов, но с Seiko они примерно такого же размера, и видно, что чувствуется у этих двух часов качество. Опять же, несмотря на то, что Seiko стоит в два раза дешевле, металла они потратили достаточное количество, и собран он довольно хорошо. Примерно вот так эти часы выглядят на моей руке. Что ж, я могу сказать, что мне это очень нравится, у них очень занятой вид, и он подойдет на такую повседневную одежду. Я бы носил ее с кожаной курткой, с разными кофтами. Мне очень нравится, как она мужественно и интересно выглядит. То, какой занятой у него циферблат, безель, браслет, все довольно выделяется и выглядит здорово. Опять же, несмотря на то, что я люблю маленькие размеры, размер 41 мм на моей руке выглядит классно, я бы эти часы носил. По размеру меня абсолютно все устраивает. Если бы у меня рука была бы больше, так же размер выглядит очень хорошо, походит на большинство рук, как я уже сказал, просто идеально. Среди разных расцветок вы можете найти что-то, что подходит больше вам. Возможно, в черном цвете вам понравится больше, мне этот вариант тоже довольно-таки нравится. На самом деле, если бы я выбирал для себя единственный хронограф на сегодняшний день, возможно, я бы выбрал именно эти часы. Выглядит шикарно, чувствуется отлично, очень много функций, подходит по размеру, по качеству, по функционалу. Из минусов, кому-то может не понравиться, что у него дата стоит на 4 часах, и это, конечно же, уменьшает балансу циферблата. Те, кто, как Артем Персицкий, например, любит придираться прям каждой мелочи на циферблате, чтобы чувствовать баланс их часов, меня, в принципе, дата вполне устраивает, это функционально, она тем более так глубоко стоит, что это кажется какой-то тоже необычной функцией, скажем так. Но если кого-то это раздражает, имейте в виду, она здесь вот такая. Для кого-то также минусом будет то, что это кварцевые часы, но, опять же, из-за того, что секундная стрелка настолько маленькая, из-за того, что хронограф работает как механические часы, из-за того, что у них есть правильный вес и хороший механизм, в принципе, опять же, кварц здесь максимально незаметен. Да и плюс, как я уже сказал, у каждого человека хорошо бы, если была бы в коллекции часы, которые работают на солнечной батарейке, которые реально можно взять, и вы знаете, что они не разрядятся у вас где-то в поездке, которые всегда будут работать, и с ними всегда будет все хорошо, это ваша надежная лошадка на каждый день. Какую дорогую ошибку я сделал с этими часами, я реально облажался, я... В этом году я держал более 100 часов в руках, я привык, когда вы их берете, они должны работать. Я открыл эти часы, и они не работают. Я такой, почему продавец мне прислал часы, которые не работают? Я пошел к мастеру, он там что-то наковырял, и пока мастер их открывал, я такой... Эти же часы заряжаются на солнце. Я абсолютно это забыл, я вспомнил это, когда мастер уже открыл, что-то наковырял. Мой мастер, к которому я всегда обращаюсь, уехал в Россию, вам повезло. Вместо себя поставил какого-то неопытного мастера, и он что-то наковырял и сломал батарейку. Пришлось искать новую батарейку, и поэтому батарейки здесь в наличии нету. Слава богу, другой мастер все починил, все нормально работает. Но вина частично моя, я действительно забыл, что они работают на батарейке, и повел их к плохому мастеру. Поэтому всегда имейте хорошего мастера у себя под рукой, и не забывайте, что эти часы, да, работают на батарейке, на солнцезащитной батарейке. Поэтому, если они не работают, сначала ставьте их на солнце, ждите 5 часов, и потом все будет отлично. Из конкурентов этих часов есть разве что булова, которая тоже побывала на луне, кстати говоря. Но у буловы тоже классный механизм, тоже классная точность и классная сборка. Но они размером от 43,5 от 45 мм. И большинству эти часы не подойдут в то время, как эти часы, опять же, супер размер, универсальный, на женщин, на мужчин, все подойдет. Поэтому выбирайте, если вам понравится, заказывайте. Надеюсь, вам понравился этот обзор, надеюсь, вы узнали что-то новое для себя. Меня зовут Дмитрий Ким, увидимся в следующих видео. Всем мира!